МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Ключают квартиры к Новому году. 12 окружных семей, переселенцы из ветхого и аварийного жилья, а также 5 детей-сирот получили долгожданные квадратные метры. Электронные сигареты, баловство или смертельная игрушка. Родители бьют тревогу. Как обезопасить школьников? На Ренмаре определили самых быстрых лыжников. Состоялся чемпионат и первенство Ненецкого округа по лыжным гонкам. Это первое массовое мероприятие за период карантина. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 21 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 749 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки нет выздоровевших пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 53 пациента. Из них в стационаре получают лечение 17 человек, находятся на амбулаторном лечении 36. Ключи новоселам. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный передал ключи новоселам дома номер 18 по улице Первомайская. Жилье получили 12 окружных семей, переселенцы из ветково-аварийного жилья, а также 5 детей-сирот. Ольга Руссул продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Многодетная мама и богатая внуками бабушка Ольга Пырерко готовятся к переезду. В 2018 году старый деревянный дом на улице Калмыково, где проживает семья, признали аварийным. Переселить обещали до 2024-го. И вот неожиданная радость прямо перед Новым годом. У нас туалет в аварийном состоянии уже находится. Мы с соседями через стенку разговариваем буквально. В гости к Ольге Пырерко зашел губернатор Юрий Бездудный. Он лично убедился, как своевременно и необходимо этой семье новое жилье. В старой квартире обваливающийся потолок, провалившийся пол и огромные щели в стенах. Солнце все проседает. Мы когда заходили, там вообще щель. Да. Там вообще щель. Спасибо. Ну хорошо. Пожалуйста. Этим летом еще крыльцо отремонтировали. Вы видели бы, какое крыльцо. Вот так более-менее отремонтировали. Ольга Викторовна, ну что, поедем в новую квартиру смотреть. На Первомайской 18 будут жить горожане из самых разных микрорайонов. Сюда переедут жильцы аварийных и ветхих домов по улицам Заводская, Евтысова, Рыбников, Сопрыгина, Строительная, Калмыково, Авиаторов, Октябрьская, Пионерская и Южная. Была небольшая заминка создачи жилья, но я считаю, что подрядчик исполнил свои обязательства. И сейчас, в канун Нового года, безусловно, это самое, наверное, радостное событие канун Нового года и получение новых ключей. Поэтому хочется пожелать людям, чтобы они стали добрыми соседями. И вот долгожданный момент церемония вручения ключей и символичное перерезание красной ленточки. Сегодня поистине праздник у всех нас, потому что этот дом, он уже давно ждет своих жильцов. И то, что сегодня мы вручаем первые квартиры, ключи от первых квартир, это только первый шаг. Одну из первых долгожданные ключи получает и Ольга Пырерко. Ее новое гнездышко расположено на шестом этаже. Подъезд дома оборудован лифтом и энергосберегающими системами. Все квартиры сданы в чистовой отделке. Словом, заезжай и живи. Дом, к сожалению, сдали с задержкой по объективным причинам, которые касаются именно крайних условий севера. Но, тем не менее, свою задачу выполнили. Дом сдали теплым, качественная отделка, люди довольны. Все, пошла, с удовольствием. Ключи как освоили быстро. Ольга Пырерко с радостью осматривает новую жилплощадь. Квартира просторная, места должно хватить для всех. Все нравится. Очень хорошо. Прекрасно. Всем места хватит? Хватит. Надеюсь, хватит. У всех, кто заселяет этот дом, сбываются мечты накануне Нового года. Ну, это же просто замечательно. С наступающим Новым годом! И пусть эти квартиры обживаются, пусть в них появляются елки новогодние, и пусть этот дом светится. Есть уже детская площадка во дворе. Замечательный дом. Всего же в новостройке 48 квартир, из них 6 предназначены для детей-сирот, и 40 для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. История, о которой пойдет речь дальше, началась еще месяц назад, когда героям нашего репортажа сообщили о том, что их ребенок был замечен в курении электронных сигарет, да еще и в школе. Обеспокоены за своих детей, родители решили провести эксперимент. Отправили 11-летнее Чада в торговую точку, где ранее ребенок уже приобретал так называемый вейп. А когда зафиксировали факт продажи, вызвали полицию, обратились к уполномочному по защите прав детства в Ненинском округе, а также на наш телеканал. Как развивались события, расскажет Алина Волучейская. На кадрах с камер видеонаблюдения разворачивается самая настоящая борьба – борьба за чек. Несколькими минутами ранее в этой торговой точке 11-летний ребенок приобрел электронную сигарету. Закупка была спланирована заранее, родители хотели убедиться, что их Чада действительно может беспрепятственно получить в руки отраву. «Приехали с ребенком, дали ей купюру, тысячу рублей. Она подошла, и я стояла в этот момент с телефоном в соседнем отделе. К моему великому сожалению, сигарета ей была продана. Это сигарета HQD. Я в этот момент, когда ей пробили чек и передавали сигарету, подошла. И, соответственно, этот момент я сняла на камеру, вызвала полицию». К приезду полиции продавцы, что говорится, дали деру. Сотрудникам правоохранительных органов осталось лишь взять объяснение у второй стороны. С этого момента для родителей начались долгие и муторные тяжбы с владельцами торговой точки. «Когда я забирала у него чек, я наступила ему случайно на ногу. И, видимо, в этот момент эта вся история обернулась против меня. То есть теперь, получается, дальше продается эта продукция. А мне, соответственно, вышло это боком тем, что он пошел вечером еще с мамой и сняли побои». Теперь героине нашего материала грозит административный штраф. Впрочем, девушка написала встречное заявление, ведь в ходе потасовки она также пострадала. Самое интересное – парень, который выхватил чек на приобретенную электронную сигарету, даже не достиг совершеннолетия. Ему всего 16. В разговоре с полицейскими он утверждал, что никому ничего не продавал. И, мол, его оклеветали. «Вот купюра, 100 рублей и…» «Номер». «Номер 4787222». Эти кадры сделаны почти месяц спустя. Действующие лица все те же. Еще одна закупка в той же точке. К табачной лавке подходит ребенок, несколько минут общается с продавцом, приобретает электронную сигарету и уходит. Следом появляемся мы. Человек за прилавком заметно нервничает и даже начинает агрессировать. «Денежные средства кому были переданы? 18-летнему». «Хорошо, но факт ответ». «Он придал, я ему передал». «Кто придал?» «Я продал 18-летнему». «У вас остались вопросы?» «Заведомо лужный донос, я буду подан от меня заявление». «Подождите, пожалуйста». «Прямо сейчас. Вы утверждаете, что первый раз было продано?» «Смотрите». «Передый раз было продано?» «Ну, вы просто забрали чек». «Вот это, вот ему, да? Смотрите». «Вот мальчик». «Он, я ему передал. Вопросы остались? Нет. Все, до свидания». «Устроишь шелку». У участников инцидента вновь взяли объяснение и отпустили по домам. Со слов героев нашего материала, они никак не ожидали такой лояльной реакции со стороны правоохранительных органов. Тогда и решили обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Ненецком округе. «Я хочу, почему поднять эту тему? Потому что для меня это было как откровение. Я, например, не могу себе представить, что можно курить в школе прямо. Оказывается, дети курят в школе в туалетах. Есть, значит, сведения о том, что дети курят прямо в классах, например, на переменах, когда нет учителя. Ребенок рассказал, что это достаточно, ну, на вопрос, где ты их берешь, что достаточно легко это сделать, потому что есть в городе у нас такие лавки, да, где можно купить без проблем вот эту, вот эти вот смеси табачные. Чем же опасны так называемые вейпы? Большинство смесей для электронных сигарет в своем составе содержат пропиленгликоль и глицерин. Как чаще всего пишут производители, безобидные для человека компоненты. Впрочем, специалисты утверждают обратное. Пропиленгликоль при нагревании трансформируется в мощный канцероген, который вызывает рак, астму и пневмонию. В некоторых составах также был обнаружен токсичный компонент акролеин. Его обычно используют для борьбы с сорняками. Бронхиальное дерево все равно вдыхает эти химические элементы. Оно перестает работать правильно. Потом могут присоединиться всякие болезни, которых мы и не хотим. У реснички у нас клетки ресничного эпителия, которые выбрасывают инфекцию из организма, они в бесконечном движении. И на фоне вдыхания вот этих химических веществ они перестают двигаться. Они, происходит их порез. Вот и происходит, дети чаще болеют. В мировом сообществе ученых уже давно обеспокоены тем, что дети и подростки повсеместно начали курить электронные сигареты. Например, в США только за осень 2019-го у 450 подростков были диагностированы заболевания легких вследствие употребления вейпов. Пятеро детей скончались. Симптомы обычно одинаковы. Кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея и анорексия. На неокрепший организм так называемые электронки наносят мощнейший удар. Причем в силу возраста дети не всегда могут оценить угрозу. В период курения у подростка все равно значительно уменьшается объем памяти. И снижается способность быстрого получивания, например, стихотворения, правил. Кроме таких симптомов также наблюдается снижение мышечной массы похудения и замедленная реакция движения. Влияние самого никотина серьезно ухудшает зрение также подростка. Кстати, в России в июле 2020 года электронные сигареты и вейпы приравняли к табакосодержащей продукции. Согласно новому федеральному закону, вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств будет караться законом. Теперь вернемся к началу нашего репортажа. Как нам сообщили в полиции, оба дела переданы в региональное управление Роспотребнадзора. Это их подследственность. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, есть ли состав преступления в действиях владельца торговой точки. Пока ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося, мы ищем тех, кто столкнулся с похожей проблемой. Если вашему ребенку продали электронную сигарету, вы можете сообщить об этом в нашу редакцию, либо посредством социальных сетей, либо по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Проверить себя на знания основных правил для сохранения здоровья и долголетия сможет любой желающий в рамках онлайн-диктанта по общественному здоровью. Он организован Минздравом России и пройдет в течение нескольких дней – с 21 по 24 декабря. Всероссийский диктант по общественному здоровью будет включать 50 вопросов. По его итогам с каждым участником будет проведен индивидуальный разбор ошибок. На электронный адрес будут высланы рекомендации по ведению здорового образа жизни, а также выданы сертификаты. Проект нацелен на повышение общей грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни среди всех групп населения. Добавлю, проект создан в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». В библиотеках нескольких городских школ пополнение. Книги и календари с видами Арктики учебным заведением вручил епископ Наринмарский Мизинский Иаков. Александра Литкова продолжит тему. Несмотря на то, что в современном мире появилась возможность скачивать необходимую литературу, в уютной библиотеке первой школы всегда есть читатели. Есть здесь и отдельный стенд, посвященный православию. У нас не очень много литературы, посвященной христианству и православию. Но, тем не менее, эта тема пользуется спросом. Видимо, где-то и в семьях интерес появляется у родителей, соответственно, и дети начинают проявлять интерес. Уже несколько лет во всех школах преподается предмет основы православной культуры. Поэтому и интерес учащихся к христианству заметно вырос. Естественно, дети после этого начинают выражать какой-то интерес, хотят углубить свои знания, развить, и обращаются к нам с вопросами по этой теме. Мы представляем литературу, делаем выставки, знакомим их с этим. Они очень любят детскую энциклопедию, ну и такую литературу подобного спроса. Книги были изданы в этом году Наринмарской и Мизинской епархией и издательским домом «Русская Арктика». Эта книга, которая издана нами, это фактически рукопись, которую я обрел в дальнем странстве в Ледовитом океане, которая продолжалась целый месяц, в ходе которой был освещен Северный полюс, открыта новая дрейфующая станция СП-40, и обнаружил эту рукопись, о чем сообщает предисловие. Вместе с книгами епископ Мизинский и Наринмарский Иаков вручил школам памятные календари «Русская Арктика» и «Святая Земля», в которых арктические пейзажи сопровождаются с цитатами из библейских текстов. «Русская Арктика», «Святая Земля». Я в этом году решил сделать два календаря, не только «Русскую Арктику», но и «Святую Землю», потому что в истории человечества есть только одна держава, одна страна, которая запечатлена этим эпитетом. Экземпляры книг и календари отправятся во все школьные библиотеки в сельских населенных пунктах округа, на рейсах, которые доставят домой детей на новогодние праздники. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Уступите спортсменам лыжню. В Наринмаре состоялся чемпионат и первенство Ненецкого округа по лыжным гонкам. Это первое массовое мероприятие за период карантина. Оно проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. С организаторами-участниками соревнований пообщалась Ольга Русул. Спортсмены-лыжники не скрывают радость. После длительного перерыва они снова вышли на старт. Первые девушки и женщины. Они должны преодолеть 10 километров. А для тех, кто помладше, подготовлена 5-километровая трасса. Бег коньковым ходом. И вот первые финалисты. Лыжница Анна Пластова еще не знает, что стала победительницей в своей возрастной группе. 10-километровая дистанция далась непросто. Спортсменов, как и положено, поддерживают болельщики. За лыжницу Ольгу Рогозину переживают самые близкие люди – мама и бабушка. Настраиваем. Брат еще младший поддерживает. Но, правда, в сугробе прыгает. Есть шансы на победу? Будем стараться. Есть, конечно, всегда есть. Всегда надеемся на победу. А тем временем к старту готовятся мужчины. Они соревнуются в скорости на дистанции 15 километров. Юноши младшего возраста и дети бегут коньковым ходом в 10 и 5 километров соответственно. Несмотря на действующие в регионе ограничения, тренировки они не останавливали. Здесь же на улице все бегали. Когда не было снега на лыжеролях, тоже люди тренировались. Кто хотел заниматься, короче, занимался. Кто не хотел, сидели дома, на телевизор смотрели. Поэтому я считаю, что если хочешь заниматься, будешь заниматься здесь. Сейчас, тем более, на свежем воздухе погода шикарная. Сегодня, правда, морозится, но, я думаю, пробежим нормально. В этом году, конечно, есть сложности. Со снежным покровом, несмотря на красивую картинку, которую мы сейчас видим, снега просто катастрофически мало. Мы даже не можем проездить лыжню для классического стиля. Поэтому, несмотря на все эти сложности, все-таки получилось подготовить круг небольшой, 2,5 километра. И мы рады, что мы можем соревноваться наконец-то. Кроме того, сильнейшие лыжники региона принимают участие в выездных соревнованиях. Там они, как и прежде, отстаивают честь Неницкого округа. Буквально сегодня они из Тюмени переехали в Красногорск. Там примут участие в всероссийских соревнованиях. В общем, подготовка-то не останавливалась у нас. Она так идет, идет. Ну, понятно, что со соблюдением всех мер, которые нам предписывает Роспотребнадзор. Участие в соревнованиях приняли 35 спортсменов. Победителями в своих возрастных группах стали Михаил Ефимов, Севолод Спиридонов, Олег Нагатыц и Максим Данилов. Среди девушек золотые медали завоевали Анна Пластова, Милена Сумарокова, Софья Вихлова и Яна Сумарокова. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.